Так, моя лекция является обзором, я постарался для широкой аудитории это сделать достаточно, но студентам физико-математических специальностей особенно, наверное, будет на них ориентировано, хотя всем интересующимся. Это обзорная лекция, вот мои, посвященные квантом информационным технологиям, где я расскажу о современном состоянии дел в этой области, ну и некоторые перспективы их использования. Рассказать обо всем в этой области, настолько бурно развивающейся, настолько вызывающей большой интерес, что невозможно. Я, конечно, многого чего не смогу сказать, но что успею. Так, значит, вот моя аффилиация, название вы знаете. Вот, и вот, значит, начнем с того, что прошлый, 20 век, был объявлен в конце. Многие, по крайней мере, не все, но многие объявили этот век первой волной квантовой революции. Ну, посмотрите, одну ссылку внизу, которую я даю, это обзорная статья, посвященная 100 лет квантовой мистерии, написанная выдающимся физиком Джоном Арчибальдом Уиллером, который был руководителем кандидатской Ричарда Феймана, о Фейме не скажем. Вот, и посвящена вот 100-летию квантной механики, поскольку в 1901 году Макс Планк первую работу опубликовал, основополагающую работу для квантования энергии, с которой стала произрастать квантная механика. И вот эта волна, и Уиллер с Тегмарком, своим учеником, я так понимаю, они пишут в работе, которая опубликована в Scientific American в феврале 2001 года, 20 лет примерно назад, что 30% валового национального продукта США, 20 лет назад, основаны на открытиях, которые сделаны благодаря квантной механике. То есть, квантные технологии уже, так сказать, вклад огромный имели 20 лет назад. Сейчас, я думаю, это не меньше. Не меньше. И вот за счет чего это было тогда? Вот за счет лазерных технологий, это много, разное. Потом вот точное время, атомные часы, GPS, навигация глобальная, спутниковая, различного рода датчики, включая компьютерную томографию, основанную на использующей ядерный магнитный резонанс. Потом устройство записи на твердые диски, флеш-память, быстрая память доступа, и многое другое. Вот это вот где-то по оценкам, благодаря квантной механике, примерно 30% в Европе Америки. Это первая волна. А вот сейчас, по мнению тоже большим многих экспертов, сейчас мы живем в эпоху второй волны квантовой технологической революции. Вот тут пять направлений сказано на этом слайде. Где эта волна на самом деле? Что ожидать от этой волны? Ну, в первую очередь, ну не в первую, одна, начну слева. Это разработка фармацевтика, разработка новых лекарств и новых материалов. Для этого требуется исследовать, значит, молекулярную структуру, химические взаимодействия, то есть химию. А как известно, мы не умеем квантовые объекты считать эффективными, несмотря на мощь современной вычислительной техники. Достаточно. То есть те элементы, которые достаточно, атомный вес которых, размеры молекул, ну скажем, уже среднего размера, с атомом водорода разобрались. Это правильно. Потом, логистические задачи, то есть оптимизация логистики, это очень трудоемкая вещь, поскольку сейчас это очень важно, в современную эпоху. И вот расчеты логистические, то есть квантовый компьютер, ну если он создався полноценный, то он будет давать вклад, безусловно, в это оптимизировать. Потом, оценки финансовых рисков, глобальное моделирование финансовых данных, это очень важная вещь, совершенно понятно. И, конечно же, эпоха, мы живем эпоху развития машин, искусственного интеллекта, имея в виду, в первую очередь, машинное обучение. Машинное обучение, это сейчас способ обработки данных, которая накопилась, об этом немного скажем позже. Огромное число, и компьютерной мощности не хватает для обработки этих данных. Ну и, конечно, кибербезопасность. Сейчас это огромная и важнейшая задача. И квантовые технологии здесь обязательно, они уже сейчас начинают применяться в этой области. Давайте дальше. И вот сведем в одну, назовем так упрощенно немножко, что квантовая информация и квантовые вычисления составляют квантовые технологии, можно так сказать. И вот следующая такая вот диаграммка, значит, она показывает зеленым цветом, это компьютерные квантовые технологии, которые нападут на вычислительные задачи. Вот квантовые компьютеры, это три типа на сегодняшний день квантовых компьютеров, универсальные, которые активны на широкий круг задач, и которые основаны на так называемой схемной модели вычислений, которые на квантовом уровне, как бы являются квантовым аналогом классической схемной модели, основанной болевых функций. Потом моделирование квантовых систем, это то, что нужно для материала, в частности, и фармацевтики моделирование, используя квантовые симуляторы. Это квантовые системы, другие, отличные от того, чего мы моделируем, но использующие вот мощь самих объектов, то есть вычислительную мощь для моделирования. Это аналоговые машины, но вот, значит, направлены на моделирование. И адиабатический квантовый компьютинг, это вот для решения определенного, ну, вроде бы, не очень широкого класса задач, но очень важного, это значит задача оптимизации, квадратичная оптимизация, это важно, в частности, для машинного обучения, об этом немного позже я скажу. А квантовая информатика, это вот раздел квантовых технологий, который изучает и применяет квантовые информационные процессы, вот такие, как телепортация, квантовое, сверхплотное кодирование, криптография, квантовые все, и квантовые коммуникации. Вот три типа квантовых компьютеров, о чем я говорю, просто на рисуночках, покажу, это квантовое моделирование, квантовых систем, квантовым образом, моделирование, оптимизация, вот когда много, много локальных минимумов, а надо глобальные найти, минимумы, это очень сложная вычислительная задача. Ну, и вот универсальный квантовый компьютер, его наиболее яркое применение в будущем будет, это вот такая математическая операция, это будет продолжение целых чисел на множители, на простые множители, это важнейшая вещь, лежит в основе современных систем криптографии, важностью именно в этом. И квантовый компьютер, мы об этом скажем, немного будет, способен взламывать самые, ну, так сказать, защищенные на сегодняшний день, для квантовых компьютеров, квантовые коды, криптографические коды. Вот родоначальником квантовых вычислений, квантового компьютерного компьютера является Ричард Фейнмон, в правом верхнем углу его фотографии. Он в 82-м году, Фоссис, первым здесь при этом выступлении в MIT, на Существительском технологическом институте, сказал, что вот, и написал в то время уже первую работу на эту тему, что природа квантовая. Квантовая – это фундаментальное свойство природы квантовой. В конце концов, все мы квантовые объекты, все мы состоим из атомов и молекул, которые живут по закону квантовой физики. И весь мир состоит. Поэтому, поэтому, если мы хотим моделировать квантовые системы, то нам нужен квантовый компьютер. И вот к тому времени уже, Фейнмоны, это 80-е годы, начало 80-х, уже было известно, уже благодаря прогрессу вычислительных, в интегральных схемах, они стали все более и более миниатюрными. Посмотрим чуть дальше, подетально. Ну, тогда возник вопрос во время Фейнмона, вот эта некая кривая в логарифмическом масштабе, она показывает, что вот, где-то в 10-х годах показывает, что если будет продолжаться эта кривая, это степень, это число транзисторов на чип, микрон, ну вот на микронах, ну на один микрон можно, размер транзистора. Когда он достигнет размера атома, то, конечно, заработает квантомеханика, и в 80-х годах, да и совсем недавно, несколько лет назад, верили, что это произойдет сразу, ну где-то, где-то в 20-х годах. Но теперь немножко другая ситуация. А в целом, конечно, что такое квантовое? Это на малых расстояниях наука работает. Это там физика высоких энергий обычно ассоциируется с малыми расстояниями. Квантомеханика на маленьких масштабах, вот масштабах размера атома. А вот на больших масштабах это космология, это прозрачка Федерико Кардминати из ЦЕРНа. Низу я отдаю ссылки на источник информации. Полтора года назад, в ноябре 2018 года, была конференция там, рабочее совещание, посвященное проблем квантовой информатики. Я участвовал, и очень много. Там были представители и производители, фирмы-исследователи. ЦЕРН крайне заинтересован в развитии этого направления, по причинам, которым я скажу попозже. Еще одно квантовое перепутывание от источника квантовой информации, квантовой корреляции, удивительное явление, присуще только квантовой механике. И квантовый компьютер, уже тогда было понятно, делает, значит, трудность задачи, зависящие от физического аппарата, который используется, от физической реализации. И вот надежда, что квантовая механика сможет решать достаточно интересные задачи, которые не подсильны классическим. Вот динамика, это число транзисторов на одном чипе, в левый, значит, логарифмический масштаб по си ординат, до одного миллиарда транзисторов. И видите, ложится очень хорошо напрямую. Если линейный масштаб по времени, ложится очень хорошо напрямую, но вот сверху, совсем на этой прямой точечке, то, что ожидается, там происходит выполаживание. Вот наши 2020 год, уже закон Мура, это открыл, ну, инженер, специалист в области электроники, значит, Роберт Мур, вот его статья в журнале электроника, 65-й год, он просто экспериментальный, ну, что, по тем данным, которые у него были, обратил внимание, что каждые два года, ну, вот точнее, 18 месяцев, каждые два года удваивается, степень интеграции, число транзисторов на чип, на интегральную схему, это значит, что размер транзисторов становится меньше в два раза. За счет этого возрастает предварительность компьютерной. Мы жили, вот видите, порядка 50 лет с лишним в условиях закона Мура развития вычислительной техники. Но сейчас я к нему вернусь чуть попозже, а в целом развитие компьютерной техники и оборудования шло, вот если восходить к 19 веку, это механическая машина Чарджа Беббиджа на шестеренках, потом релейные машины первые появились, ламповые, потом транзисторы открытые в 1947 году транзисторы созданные. И потом перешли на интегральные схемы до сих пор. Ну, разные есть реализации, но доминируют естественно интегральные схемы. Если дальше идти, надеяться на то, что нам нужна, а нам нужно, нужен рост производительности. А сейчас закон Мура выйдет на константу, то единственный путь современной технологии это за счет распараллеливания и создания суперкомпьютеров. Но это очень дорогое удовольствие, очень энергетически затратное. Поэтому вот надо переходить на, если идем дальше к миниатюризации, там заработает квантомеханик, атомная, нейрокомпьютинг возможно, или биокомпьютинг, это надо смотреть, что будет. Но квантовая одна из тех технологий, которая основана на физике микромера. Вот, закон Мура, видите, благодаря ему мы прошли за 40 лет, например, путь мобильных устройств телефонов от громадных, достаточно тяжелых устройств до современных смартфонов. И вот за 25 лет разница в ноутбуках. Первый ноутбук сейчас и ультрабук. Так что мы видим прогресс. Это огромный прогресс. Никакая область так не развивалась. Вот таким, экспоненциально в течение такого длинного времени. Вот давайте посмотрим, например, яркий рисунок. Это твердый диск IBM машины. Они производили уже тогда то, что называется mainframe, большие компьютеры. В 1958 году вот этот диск такого огромного размера, емкость его всего 5 мегабайт. Это было ноу-хау по тем временам. И сравните сейчас, какие компактные носители. Вот это благодаря миниатюризации. И вот сейчас мы наблюдаем, что мы наблюдаем выполаживание закона МУРа. Вот он чисто экспоненциальный. Верхняя линия желтая это его закон МУРа. Вот он в 2018 году уже начал выполаживаться, потому что видите, многопоточные технологии и однопоточные процессоры уже отклоняются от экспоненты. Но что идет также даже чуть быстрее по этим данным, это объем данных, который требует обработки компьютерной. Вот они идут по экспоненте. И человек, что приходит к такой ситуации, когда данных объем возрастает гораздо быстрее, чем производительница вычислительной техники. технологии. И это большая проблема для ЦЕРНа в частности, для больших, для многих, для многих, очень многих приложений вычислительной техники, очень много. Данные возрастают колоссально, может быть, даже быстрее, чем здесь показано, экспоненты точные. Ну, как всегда, в любой новой технологии есть скептицизм. Еще несколько лет назад многие люди говорили, что квантовые технологии это так влажь и вряд ли будут реализованы. Ну, вот смотрите, пример в истории. Это вот три примера, которые опять Федерико Карминати в своем докладе на совещании, которое я вспомнил, в ЦЕРНе рабочем. Вот он говорит, Томас Ватсон, один из создателей фирмы IBM, исполнительный директор в 43-м году, сказал, что он полагает, он думает, что мировой рынок для компьютеров, может быть, пять компьютеров всего на весь рынок. Это 43-й год. Теперь, значит, Кен Олсен, президент, директор, основатель Digital Equipment Corporation, он в 77-м году сказал, что он не видит причины в 70-х годах, чтобы в создании домашних компьютеров. Ни причины никакой нет. Но через 10 лет они появились. Менее, чем через 10 лет. А сейчас мы уже не мыслим без этого человечества жизни. Ну и вот Тим Бернас Ли тоже характерный пример. Он создал именно в ЦЕРНе. ЦЕРНа это родина мировой паутины, World Wide Web, 3-дублевая. И он тогда, когда это делал, то Карминати тогда молодой человек еще подумал, что это все, и не только ему, многим казалось, что это без будущего технология. 89-й год. То, что лежит в основе интернета, в основе современных коммуникаций. Но переходим все-таки к квантовым. На чем основаны квантовые технологии, вычислительные, поговорим о компьютере. А вот на том, что это мир маленьких объектов. Вот теперь у нас вместо бита квантовый бит или кубит. Эта двухуровневая квантовая система означает, что если она измеряется, то она обнаружится либо в состоянии одном, либо в другом. Два состояния. Один этих можно назвать нулем, бита, второй единичка. Это квантовая система. И вот слева рисуночек этих квантовых систем. Сколько их тут, там несколько десятков нарисовано. Но вот что важно, эти системы могут находиться, если их n штук, n маленькая внизу, n маленькая, то они сразу одновременно как бы находятся в суперпозиции всех классических состояний битовых. То есть видите, когда все нули, все, например, эти кубиты в классическом нулевом состоянии, потом часть из них, например, в единичке, начиная с единички и кончая все единицы, вот все это два в степени n. Каждый бит может находиться в двух состояниях и, соответственно, n бит два в степени состояния, это экспоненциально по числу b. Значит, фактически можно сказать, что обработка информации осуществляет сразу всевозможных классических состояний вот битовых строк, n-битовых строк. То есть первый шаг любого алгоритма это вот суперпозиция, создание такого смешанного состояния, это чисто квантовый эффект. Это чисто. Если мерить это состояние, вот в этом считывать, пытаться, то обнаружим одну из комбинаций битовых нулей и единичек, если будем все измерять. Значит, первый шаг вот создания вот такой суперпозиции. Второй шаг и, значит, закодировать действие на отдельные кубиты чем-то, в зависимости от природы кубит. Ну, это означает, например, что действие какой-то матрицы. Кубит это живет его состояние вектор в двухмерном пространстве, комплексные компоненты вектора. И вот нужно подействовать на эти отдельные кубиты, чтобы вот в этой суперпозиции коэффициенты появились при этих векторах, которые вот такой в обозначении где рака кэт называется вектора состояния. Какие-то коэффициенты нужны для решения конкретной задачи. И вот это называется квантом вычислением преобразования исходного классического. Стартуем со всех нулей, например, классического, потом переводим суперпозицию и дальше фазу, строим фазовые множители, которые какие-то коэффициенты здесь нужны нам. И потом конечный шаг, это мы считываем информацию, это мы измеряем эти кубиты. На самом деле, если их много, то мерить их трудности все вместе. Алгоритм должен быть такой, чтобы одного, два, три, может быть, кубитами в конце, чтобы по измерению этих кубит получить нужную нас информацию, нужную нам информацию. Вот измерение, три шага, инициализация, привод в суперпозицию, затем вычисление само, фазовые факторы строим и потом измеряем. Это искусство, абсолютно другая идеология разработки алгоритмов, чем это в классическом компьютинге. И вот, что такое вот эти самые действия, вот эти матрицы действуют на отдельный кубит, верхний, кубит от вектор два на два, его состояние, а вот матрицы, вот слева матрица Адамара, это фазовая матрица, потом пи на восемь, так называемую матрицу, и вот двумерная матрица, четырехмерная матрица, которая на двухкубитное состояние действует. Потому что вектора двухкубитные классические 0,0, 0,1, 1,0 и 1,1. То есть двухкубитные. И вот этот набор верхний, ну вот он же под номером 1, он является универсальным. Это означает, что любое преобразование состояния кубитов можно сколько угодно близко приблизиться к любому вектору конечного состояния, нужному нам приблизиться, действуем вот этих вот вот этих четырех, наверху четырех гейтов, вентиль. Это аналоги классических вентилей и, или, нет, там исключающие или. Ну можно еще и другие. Есть вот такая комбинация от Гейта-Адамара от матрицы и вот трехкубитная матрица, так называемая Тофели матрица. Вот можно и такой комбинации. То есть для квантового компьютинга важно, чтобы эти матрицы были реализованы, если мы хотим универсальный компьютер иметь. Вот как это выглядит на самом деле уже. Это интерфейс фирмы IBM реальный компьютер вот в этой схемной модели, то есть кубиты, это вот каждый кубит ассоциируется, это графическое представление, каждый кубит ассоциируется с горизонтальной линией, вот здесь два кубита, Q0, номеруем от нуля, Q это 0 и 1, первое это номера кубитов, они в начальном состоянии нулевом, соответствуют обычным нулевом классическим битам. А потом на них есть матрица Адамара и другие матрицы, X-матрицы, матрицы Паули, вот этот гейтсенот, который я показал двухкубитный, плюсик внизу наверху точка. И вот каждый алгоритм квантовый можно реализовать вот так на языке этих диаграмм и универсальный квантовый компьютер, он как раз создает интерфейс, что пользователь соответственно рисует нужную его диаграмму, то есть не диаграмму, а схему нужного алгоритма, набирает это все, мы покажем, как это, ведь чисто внешне, конечно. То есть три шага алгоритма инициализация, последствия операции, перевод в конечное состояние, измерение, считывание информации. И это вероятностный, квантомеханика вероятностная наука. Поэтому надо, можно получить неправильный результат, нужно, чтобы вероятность, то есть правильного результата была 2 третих или выше, такой надо алгоритм разрабатывать. Тогда несколько повторений алгоритма делает сколько угодно близко к единице вероятность правильного результата. Вот это так мы в Дубне пользуемся, в моей группе, делаем вычисления на реальном компьютере, фирма IBM предоставляет всем желающим через облачные технологии, через IBM Cloud доступ на Клоу. Вот и здесь вот такой интерфейс. Вот сверху, когда вы заходите на обычном компьютере, вы видите вот верхнюю картиночку, верхнюю половинку верхней картиночки, это такая панель гейтов или вентилей, и вы задаете нужное количество кубит, задаете начальные нули все, потом берете, кликаете, подводите мышку к нужному гейту и сажаете на нужную кубит, на нужную горизонтальную. вот вы создаете, но вот видите, в чем уже первая трудность этого дела, вот эта первая верху схема, она создает равновесную суперпозицию с трех кубит, это восемь классических состояний, вот они на нижней левой диаграммке, внизу под оси и абсцисс подписаны, комбинации нулей единиц биты, и они должны были для идеального компьютера, а это вероятность измерения, соответственно, когда мы мерим, мы одно из этих состояний получаем, ну вот здесь вероятности, которые вычисляются, вычисляются уже и по конечному состоянию, по вот эти гейты измерения красные, они как раз выдают вот вероятности соответствующих состояний внизу, ну видите, они отлично, они разные, они должны быть одинаковыми на идеальном квантовом компьютере, за счет шумов, за счет шумов искажений, вот этих гейтов в частности, за счет декогеренции, это разрушение квантового состояния кубитов, они отклоняются от одной восьмой, справа это идеальный компьютер, симулятор квантовый, идеальный выдает один, 8 на классический, классический симулятор, а здесь мы уже видим ошибки, эти ошибки накапливаются, и поэтому далеко не уедешь на этих ошибках, после какого-то количества вычислений ошибка уже, уже полезный результат, уже скрывается в ошибках, вот, а мотивация, еще раз немножечко так поговорим в целом о задачах, на которые расчет рассчитывают создатели квантовых компьютеров, и пользователи будущих, настоящих, это вот мотивация такая, есть классы сложных задач, и классы легких, классы легких задач, которые требуют полиномиальное время, как многочлен по длине входных данных, то есть, как линейный многочлен, или как квадратичный, как кубичный, то есть, это многочлен считается легкой задачей, когда объем вычислений необходимые ресурсы компьютера возрастают полиномиально, с ростом входных данных, с ростом задач, с объемом задач, это квантовый, ой, классический в середине P класс, а голубой это вот класс легких задач для квантового компьютера, ведь он шире, и в него входят задачи, которые трудные для, на сегодняшний день, трудные для классического компьютера, но легкие для квантового, в частности, вот моделирование квантовой системы, моделирование квантовых систем, она, эта трудность, это Фейман показал, что моделировать квантовую систему на классическом компьютере, если четко, следуя закону квантовой механики, моделировать, это будет экспоненциально трудная задача экспонента по объему, по числу частей в квантовых системах, которые вы моделируете, так что на сегодняшний день можно моделировать достаточно простые системы, только, на классическом компьютере, и вот разложение факторами, разложения чисел на множители, что важно для криптографии. Есть, конечно, вот MP-полные задачи, которые трудные, самые трудные задачи, их очень много, сотни уже задач, которые строго доказаны, что они MP-полные. Но, видите, моделирование тоже MP-полные задачи квантовых систем. Ну вот, для моделирования, да, вот для универсального компьютера квантового, эта задача тоже будет трудной. MP-полные вряд ли будут решаться и квантовые. Но большой класс задач, которые трудные, MP, но не MP-полные, возможно решение квантовых. Вот, видите, голубой, голубой, который здесь возможен. Так, вот три алгоритма, которые самые интересные с точки зрения их либо полезности, либо преимущества на классическом. Первый алгоритм Шора, Питер Шор, программист из фирмы ATT, Белл, телефонная. Он в 94-м году, он предложил этот алгоритм, разработан, он показывает, что в отличие от лучшего классического алгоритма, который по разложению числа на множители, десятичного или двоичного, вот он ведет себя классически как экспонента от длины числа в степени 1,3. То есть, это суперпоэнумиальный алгоритм. Быстрее любого многочлена растет. Медленнее, чем просто экспонента, который линейно по n была бы, но, тем не менее, это очень быстро. А вот классический, то есть, квантовый алгоритм будет как n-куб. Немножко меньше, даже n-квадрат и с логарифмическими коррекциями. Так что, он тогда будет соответствующий, о нем скажем несколько слов дальше. Дальше. Второй алгоритм очень интересный, это Лев Гровер, программист, специалист в области компьютер-сайенс, информатики из Индии, но сейчас он в Белловской лаборатории, вроде бы. Он разработал алгоритм, который ищет в неотсортированной базе данных, где одна есть запись, которая нам нужна. Вот он поиск по количеству записей корень из n, корень. Классический бы решал это в среднем за n пополам. Надо было все вызывать и вызывать пока не, пока не, в любом порядке, какому угодно, пока мы не получим нужную запись. В среднем это будет, например, миллион записей, в среднем 500 тысяч вызовов будет. А в случае квантового это будет всего тысяча вызовов корень из n. это уже, видите, 500 тысяч, тысяча, это огромные. А затраты, затраты на упорядочение базы, на сортировку это n log n. То есть, такие же примерно затраты, если у нас база данных однократная, можно вытащить, то можно не сортировать, если мы имеем квантовый компьютер подходящий. Мы получим это за корень из n. быстрее, чем n умножить на логарифм по n. Что требуется для сортировки, а потом уже бинарным поиском. И вот линейный систем, очень важное приложение линейных систем, больших линейных систем. Я только назову одно из них машинное обучение. И вообще линейная алгебра. Важный момент. Вот алгоритм, предложенный в 2008 году, вот справа автор алгоритма, он решает задачу за, вот видите, от как квадрата, это число обусловлено матрицы, умножить на логарифм по числу неизвестных. Логарифм. То есть экспоненциально быстрее. Быстрее, чем лучшие алгоритмы. Просто в принципе не можем решать классически быстрее, чем n. Число неизвестных. Так что, так что видите, вот это, ну и не только это для эрмитовых матриц, для тех, которые имеют отношение к квантуму компьютингу, а для неэрмитовых и прямоугольных это число обусловленности умножено на логарифм в кубе от числа обусловленности и на логарифм опять-таки по числу, по числу, по размеру матрицы. Теперь перейдем к описанию критериев поговорим об универсальном квантовом компьютере. Это основа на гейтах, гейтах и кубитах. Вот Дэвид Дэ Винченцо 20 лет назад опубликовал работу, где он критерии, которые до сих пор актуальны, критерии требования к физической реализации квантовых компьютеров. Первое условие, пять основных требований, это первое условие, это масштабируемость, мы должны задействовать, компьютер должен задействовать то количество кубит, которое требуется для решения задачи. Это непростая задача для квантовых. Для классической это память приставили и все дополнительно оперативно или там в конце концов дисковую, если слоп делать. А здесь это труднее, потому что управление очень сильно возрастает с ростом числа кубит, проблема управления этими кубитами. Значит, масштабируемость. Второе, возможность инициализировать в простом начальном состоянии, например, все нули, все единицы. Не всегда это просто. Вот, в квантном случае. Теперь, в большое время декогеренции мы должны успеть сделать квантовое вычисление, то есть, получить нужное нам конечное состояние квантовой системы, пока оно не разрушится за счет внешних воздействий, за счет, за счет, да, за счет факторов и внутренних факторов кубитов. Они тоже живут в каком-то состоянии невечность. И мы должны изолировать эту систему от внешних воздействий. Так что, вот, время декогеренции должно быть достаточно большое, чтобы успеть провести квантовое вычисление, пока мы, эта когеренция живет, когерентное состояние. Следующее, вот нужно, вот о чем я говорил, реализовать универсальный набор квантовых вентилей в рамках схемы и модели. И пятое, это, значит, процесс измерения должен быть действительно очень эффективным, достаточно точно в квантовом смысле. То есть, измерение должно быть, это важный момент, считывая информацию. Теперь, и дополнительно для квантовых коммуникаций. Квантовая коммуникация, передача квантовой информации закодирована в кубиках. Вот их надо передавать. Либо по открытому пространству, это тоже возможно, либо информацию, либо через оптоволоконные линии, если это фотоны являются в роли кубитов, и так далее. Разные каналы существуют передачи информации. Но нужно сначала приготовить эту информацию на компьютере квантовом, а потом, это на таких стационарных кубитах, а потом вот летающие кубиты, там, допустим, на фотоны, закодировать фотонах и отправить фотоны получателю информацию. И во-вторых, еще нужно, кроме передачи на вот эти летающие фотоны, двигающиеся, ну, в целом, кубиты, нужно еще, значит, осуществить эту передачу от начального до конечного пункта. учитывая то, что действуют всякие разрушающие факторы на эти квантовые состояния, это проблема. Теперь посмотрим еще, что происходит в квантовом мире, в мире компьютера. Вот квантовая теория, квант-механика была создана в тысячи, считается, завершена как наука, основные принципы были формулированы, аксиомы, которые используются сейчас в квантовом компьютере, и поняты основные закономерности квантового мира, ну, такого, не литивистского, но квантового мира, в 27-м году, в 1927-м году, значит, и вот, но первая, первая работа Феймна в 1982-м году, прошло 55 лет, через 18 лет под действием работы Шора, начались до Шора, до 1994-го года, никто серьезно не занимался реализацией квантового компьютера, а поскольку это все затронет, если он создастся реальный компьютер, способный взламывать современные коды, это будет катастрофа, если кто-то это сделает гораздо более сильное, чем коронавирус для человечества, если у кого-то будет в руках ключи взломать всю современную коммуникацию, вот, значит, и тогда начала, уже в 2000-м году семикубитный в Лос-Аламосе, вы видите, до 12-кубитной машины в MIT, началась серия фирм, сейчас фирма D-Wave, это вот адиапатический квантовый компьютер, дошла она до 2048 кубит, вот здесь видно в среднем, что сейчас и 72 кубита, 128 будет у Rigetti, IBM имеет 50, 53 кубита на сегодняшний день полноценных, ну, мы видим, что растет, главное, что здесь закономерность, вот, затемненная область, растет, растет экспоненциально, прогресс, поживем, увидим, что будет дальше, теперь, а вот, 27-й год, это вот тот самый конференции, мне было интересно это все для лекции сделать, это вот собрание создателей квантомеханики и вообще современной физики, включая Эйнштейна на переднем плане, вот Крамерс, вы видите, да, Мария Кюри, потом Дирак, Дирак рядом с Эйнштейном, по правой руке у него на другом ряду, Комптон, Крамерс, вот Гайзенберг, третий стоит, верно, Гайзенберг, Паули, Вольден Паули, Нильс Бор, второй ряд, крайний справа, и так далее, вот, Макс Борн, вот эти люди создали квантомеханику, создателей, чего Мирс, а вот, да, не сказал, конечно, конечно, в первом ряду это сидит Планк, это четвертый, второй слева в первом ряду Макс Планк, вот на этом конгрессе состоялось де-факто признание квантомеханики как уже достаточно законченной науки, не полной, конечно, еще, вот теперь квантовое, давай перейдем к квантовому, квантовое оборудование, вот это универсальный квантовый компьютер, Гейт, вот этот тип компьютера, вот это фирмы, которые уже имеют разработки, либо уже разработали какие-то варианты, либо разработают в ближайшее время, и вот они разные, какие технологии, сверхпроводящие, потому что управлять очень хорошо, магнитным полем управляются сверхпроводящие технологии, когда у нас виток сверхпроводящий, при очень низкой температуре, виток в одну сторону только идет это по витку, это значит, допустим, ноль, в другую сторону это единичка, и управляется, он переходит этими контактами, джедосоновскими контактами, и хранится при очень низкой температуре эти процессоры. Вот сейчас вот Intel, но не сейчас, это на самом деле 19-й год, или 18-й даже, 18-й, 19-й, 49-й, в прошлом году Intel 49 кубит, значит, ну, следующая цель 2B Designed, это следующая, они указывают следующую, например, Regetti, у него цель 128 кубит, ну, и так далее, вот китайский ФХФ, институт науки и технологии, китайцы, потом австрийцы очень хосильные в этом Инсбруке, это американский National Science Foundation, фирма IBM, Google, естественно, вот, тут, тут еще разные университеты, здесь вот другая немного технология, ну, вернее, все вот еще ионы в ловушках, это тоже очень перспективная вещь, спиновые, ядерные спины, или спины, которые на квантовых точках немножко другое, но спины, кремниевые, например, технологии, спиновые структуры, которые кубиты, вот, это значит, одно, продолжаем квантовое оборудование, риберские атомы, тоже интересно, хотя это уже не компьютер, а симулятор квантовых, то, что я говорил, который моделирует квантовые, это симулятор, а это вот, это реализация квантового отжига для задач оптимизации, это алгоритм квантового отжига для поиска экстремума, квадратичных функций, покажу потом, пример, так, и вот здесь, вот это интересно, это оптический, параметрический, осциллятор, японцы, оптические технологии, фотон, фотоники, вот уже сейчас у них 2048, это уже очень хорошее число, их гравиация, больше 20 тысяч получить, но софта пока не разработана, и никто его не тестировал, но японцы включились, вот теперь квантовые симуляторы, вот еще, вот еще, еще один, это классический отжиг, это тоже для задач оптимизации, идея пришла от квантового, но на классическом уровне создается фирма и фуджицу, а здесь симуляторы, дело в том, что нельзя разработать квантовый компьютер, как и прочим, все остальное, без предварительного моделирования его, моделирование нужно, оно нужно даже, когда он уже разработан, сначала на нем можно посмотреть, отладить программу просто, должно быть корректно, наверное, на симуляторе отладить программу, посмотреть, и что ожидать, и посмотреть, например, какие ошибки потом, чем мы занимаемся, например, в моей группе, в Дубне мы изучаем ошибки, поведение ошибок, в зависимости от схемы вычислений, как нарастают ошибки, вот, ну вот, Microsoft тут тоже хотел сказать, Microsoft создает, симуляторы, они взялись за очень амбициозный проект, топологический квантовый компьютер, мы пока не довели его, уже более 10 лет они над ним бьются, если они сделают, это будет очень большой прогресс, потому что топологические варианты запрещают, которые там сохраняются в этом вычислении, они будут иметь большое время до дегеренции, то есть они будут препятствовать дегеренции состояния, если получится. Вот, и сразу хочу показать один слайд, бегло, то есть создание квантового компьютера, это еще не только оборудование, конечно же, это сорт, это программное обеспечение, сейчас очень большой прогресс программного обеспечения, вот этот рисуночек, он уже, уже порядка двух лет ему, он показывает разные фирмы, вот я называл, Rigetti, IBM, например, вот мы используем, вот это вот интерфейс пользователя, он нужен, здесь, под какими, под разными операционными системами, вот здесь Intel, у него Q-Tech, очень интересная, вот Google имеет 72, который будет, это Brist, 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 числом кубитов, значит, чем меньше, чем больше число кубитов, и тем меньше ошибка, производительность самая высокая, видите, ошибка в пятом знаке, в пятом знаке ошибка, а если она во втором знаке, ошибка, вот здесь, например, да, здесь в пятом знаке, а 500 кубит, видите, какая производительность, это метрика, это квантовый объем, Это предложил IBM, такую меру производительности квантовых компьютеров. Ну, кто-то ее любит, кто-то не любит. Предложили люди свои меры, другие. Но если взять это, качественно она правильно описывает ситуацию. То есть одними кубитами не ограничено. Если пойдем в число кубит увеличивать, но они будут ошибки, не будем умещать, мы не воспользуемся. Нам немного кубит мы на практике задействуем. Вот смотрите, что происходит еще. Вот они, IBM, видя, что закон Мура начинает выпалащиваться, то есть перестает работать. Они нашли, они утверждают, что вот именно их мера, квантовый объем, будет каждые два года экспоненциально расти. То есть реальная производительность, вот с учетом ошибки, с учетом числа кубит будет расти. Пока что на своих компьютерах они три точки сделали. Вот Тенерифа первый пятикубитный был процессор, Токио это еще один пятикубитный процессор через год. И сейчас это IBM System One, это их коммерческий компьютер, который они разработают, двадцатикубитный. Пока они ложатся на эту прямую. Если так будет, то, конечно, квантовый компьютер очень быстро, быстро, если это экспоненциально будет, то достаточно быстро выйдет на большой уровень реально большой производительности. Мы посмотрим, что произойдет из-за этого. Может быть, чисто рекламное это все. Пока. Вот эта машина, которая год назад, ну не год, уже более года назад, в январе прошлого года презентовала IBM, первый коммерческий квантовый компьютер, IBM Q System One называется. Да, можно купить его. Вот, он здесь, выглядит он так, это вот такой куб из стекла толстого, по-моему, дюймовое стекло, или полтора дюйма, ну, толстое достаточно, 3х3х3 куб, и в нем вот этот процессор и сам компьютер, он выглядит странно с точки зрения, потому что это охлаждающая кориогеника. Внутри процессор при температуре близкой к абсолютному нулю. Температура ниже, чем межзвездное пространство температура. И там процессор. Вот за счет кориогеники он большой. Ну, посмотрим. У Гугла тоже сверхпроводящий. Все сверхпроводящие технологии достаточно большие по объему. Вот, как некоторые современные технологии квантовые, как они, как они, как на них работают критерии, насколько они удовлетворяют критериям девинчерса. Вот ядерный магнитный резонанс. У него даже, у него масштабируемость, это то, что используется в компьютерной томографии. Вот ядерные спины. И вот, видите, красное. Это означает, что пока неизвестен подход, который сделает подход масштабируемый. На практике они сейчас почти не используются. Ну, остальные критерии. Это вот инициализация состояния тоже непростая. Нужны высокочастотные генераторы излучения, чтобы управлять этими кубитами. Вот. Так что это время декогеренции тоже очень и очень понятно, как будет ли оно достаточно. Вот это вот, вот это вот, 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 четвертое... Да, время... Да, это начальное состояние, суперпозиция. Значит, сейчас, секундочку, секундочку. Я когда писал это, девинченция. Вот. Видите, универсальный набор гейтов четвертые. Я в этом порядке. Вот универсальный набор гейтов можно сделать и так далее. А здесь измерения тоже, некая проблема измерения. Вот самые, видите, сверхпроводящие технологии сейчас самые развитые, с этой точки зрения. Следующие за ними, это ионы в ловушках. У них четыре. Здесь и... Ну, и нейтральные атомы тоже. Вот эти два. Это, значит, в резонаторе квантовой электродинамике от фотоники. То, что я говорил, японцы. В общем, пока вот такая ситуация. Перспектива вот здесь. Ну, ионы в ловушках очень... У них очень маленькая ошибка гейтов. Теперь. Алгоритмические требования. Что интересно. Сейчас очень охота с прошлого года, даже с позапрошлого, и реально даже с 18-го, развернулась борьба, кто первый продемонстрирует преимущество квантовое. Что означает над классическим? На реальные задачи, какой-то задачи конкретной, и на практике, то есть используя реальный квантовый компьютер, чтобы решить эту задачу быстрее и существенно, чем любой современный компьютер, включая суперкомпьютерный. Вот IBM, ой, Google, извините, Google на 49-ти кубит продемонстрировал. Вот у них ошибка. Вот это искажение, которое здесь наблюдается в этих гейтах. Видите, в третьем знаке искажения. Это очень большая проблема. Тут нужно для большой задачи по объему вычислений. Как правило, большое число кубит нужно, а тогда ошибка будет препятствовать этому. Так что вот нужно продемонстрировать именно на современном оборудовании шумящем. Если это можно. Вот эта задача квантовой оптимизации, это вот 100 кубит примерно, тоже, тоже, тоже здесь значит квантовое превосходство, это квантовая оптимизация, поиск глобального минимума. Тоже здесь вот, здесь на 100 кубитах квантовая химия, отмоделирование квантовых систем, оболочек, химических реакций и химических свойств для создания новых материалов и для лекарств. Вот, все, вот это требуется еще, чтобы выполнить применение, допустим, на Шора алгоритм, нужно, видите, очень много дополнительных кубит, потому что эти кубиты шумят, но есть теория уже кодов, исправляющих ошибки, так как в обычном оборудовании, в обычных мобильных телефонах. Ошибки большие идут на самом деле, но они исправляются внутри, корректируются, и мы слышим, нормальную совершенно передается информацию. В квантовом случае, чтобы это исправлять ошибки, если далеко они не очень прошумели, то нужно гораздо больше кубит дополнительно. То есть это затраты. Здесь я только покажу, что вот точность, то есть ошибки уменьшаются, видите, ошибки, но если вот с натяжкой сделать вот эти экспериментальные данные, например, для сверхпроводящих, да, это ионы в ловушках с лазерным управлением, с лазерными гейтами, гейт устроен лазерным образом, с помощью лазеров. Видите, они падают, то есть ошибки уменьшаются тоже экспоненциально со временем. Слава Богу, если так будет. Сверхпроводящие еще быстрее, здесь другие ионные модели. Если так будет продолжаться, если это действительно экспоненциальное, ну тут, видите, по двум точкам, вот эта точка, это и это, вот это по двум точкам проводить, ну не очень надежно еще, очень мало данных. Но если будет так, то прогресс будет, если так быстро будут падать ошибки. Вот теперь переходим еще к интересной вещи, к теме теории уже. Как известно в информатике, моделью, математической, строгой моделью, классический компьютер является машиной Тюринга. И вот тезис Чоча, Алонсо Чоч слева, логик и Алан Тюринг, тоже логики компьютерной, математической логики, логик он, но он очень фундаментальный внес работы в информатику, вот в частности, точное понятие алгоритма сформулировал. Вот так вот тезис говорит, что любой алгоритмический процесс может быть сформулирован, промоделирован на машине Тюринга. Это гипотетическая машина, можно моделировать, создать ее модель, модель на реальной машине. Но тут важно, важно то, что современные компьютеры, вот классы легких и сложных задач, о чем я говорил на диаграмме, они остаются для любого современного компьютера. Трудные остаются трудными, экспоненты не убиваются, не переводятся в поленом. Трудные остаются трудными, и фундаментально, с этой точки зрения, современные классические компьютеры настолько же мощны, насколько и машины Тюринга. Потому что вот следующий, сформулированный, вот Берштейн и Вазирани, Вазирани специалист в области сложности квантовых вычислений, затрат компьютерных оценки. Вот они сформулировали, усилили вот тезис Чоджи Тюринга. Вот тот тезис означает, что любой компьютер может опережать только наполиномиальный фактор. Любой классический, опередить машину Тюринга. Они усилили, они сказали, что любой, не только физически разумный алгоритмический процесс, не обязательно тот, который используется, допустим, в информатике. Любой. Может быть промоделирован, это так называемый natural computing. Можно моделировать аналогами машинами любым процессом, теоретически. Лишь бы он был алгоритмический. Так он может быть промоделирован на машине Тюринга самое большое полиномиальным замедлением по числу шагов, требуемых на машине Тюринга. То есть можно с полиномиальным замедлением, но не с экспонциальным замедлением. То есть ускорением или замедлением. То экспоненты здесь не получаются. Но здесь есть кандидат на это квантовый компьютер. Пока что кандидат, что он сможет нарушить. То есть этот принцип, то есть сказав так, что значит, если задачи в классе П могут быть полиномиальными на квантовом компьютере, а на классическом они экспоненциальны. То есть вот если удастся продемонстрировать, что сложность решения задач, то есть затраты по объему, по величине входных данных затраты на классическом будут много больше, экспоненциально больше по длине данных, чем затраты на квантовом. Тогда квантовый этот сильный тезис будет нарушать. Потому что сильный тезис говорит на любом физически разумном алгоритмическом процессе. Квантовые процессы физически разумны. И на них может перестать действовать. Но это нужно строго показать. И вот за это показать, причем не на одной задаче, а желательно это показать теоретически, чтобы это было на целом классе задача. Разно. в идеале на МП-полных задачах. Вот давайте мы сейчас посмотрим, что пытаются делать. Это одна из самых интересных задач современной информатики. То есть вот исследование превосходства квантового над классическим. Есть оно есть. На каких задачах? Вот год назад в мае, немногим меньше года назад в мае была работа в архиве, она опубликована уже. Но работа, такую задачу предложил Google. Это вот схема квантовая, случайно построена, случайным образом расставлены вот эти гейты из какой-то базы гейтов. Но они построены, и вот надо было промоделировать на классическом и провести вычисление на квантовом. Вот такая немножечко искусственная моделирование классическое. вот здесь 49 кубит было, то, что я сейчас показываю, 49 кубит, вот они здесь, на квантовом процессоре Google, глубина 40, значит, ну, это не такая схема, кубит 49, она больше по размеру нарисована, и вот ее глубина, это, грубо говоря, размер ее, продольный размер, если считать его в гейтах, которые здесь вмещаются. Вот здесь, и вот, вот размер схемы. Моделирование сравнивалось с самым мощным компьютером мира, в топ-500 номер один саммит, это Вокридж, Вокриджской национальной исследовательской лаборатории, вот он, 281 петафлок в секунду, его производительность, вот сравнилось, значит, моделирование здесь, и вот что получилось, квантовый процессор промоделировал это дело, за, да, вот при таком, при таком, этом, точности, это обязательно условие, как я говорил, сравниться на реальном компьютере, который, у которого есть ошибки. Так, значит, вот он, поработал 28 тысячных секунды, он, он эту задачу решил, а этот компьютер саммит решил за два, ой, это часы, извините, 0,028 тысячных часа. А саммит, это еще электро, это в НАСА, другой, другой компьютер, но более медленный, чем, чем саммит. А саммит решил, это на самом деле линейная алгебра, поэтому моделирование здесь, это очень хорошо параллелится. так вот, саммит, саммит сделал за 2,44 часа, то есть, фактор тысячи, то есть, в тысячу раз быстрее, квантовый решил эту задачу. Но в тысячу раз быстрее, это не значит, что, еще, что экспонента, что надо, нужно бы, желательно продемонстрировать большее преимущество, если есть. Может быть, на другой задаче он будет в тысячу раз медленнее. И, может, это еще непонятно, это еще не такая большая задача, может быть. Вот. А затраты по энергии, посмотрите, затраты по энергии в мегаватт-часы, это совсем, 10,5. Конечно, саммит, этот суперкомпьютер очень затратен по энергии. То есть, квантовый процессор вот такую взял, энергию потребил, а саммит 21. Вот эти два, это 5 порядков по величине. Но это было в мае. А в сентябре вот произошло такое, Google доложил, я прямо привожу оригинальную первую весть от Google 20 сентября, справа Google, справа IBM, они одновременно в одном выпуске IBM доложил о том, что они работают на 53 кубита, 53 кубита, создали компьютер здесь. вот. А Google, Google, видите, 18-го, а Google 20-го написал, что он решил задачу другую, но похожую, буквально из того же класса, что на предыдущем слайде, тоже такого типа задачи, но другая схема, и он решил это за 3 минуты 20 секунд, она гораздо более трудная, чем та, там он решил, как помните, там, где-то 28 тысячных часа, а здесь 3 минуты 20 секунд больше существенно, да, ну или, ну важно, важно, решил, и вот он утверждает, что они промоделируют на саммите эту задачу, и на саммите их оценка, это очень медленно считает суперкомпьютер, это потребует 10 тысяч лет, но здесь уже такие цифры, уже, уже такие, которые впечатляют, там, 3 минуты и 10 тысяч лет, но IBM возмутился этим, этим свойствам, и потом сказал, что мы промоделируем, вы не умеете моделировать на большом компьютере, мы промоделируем за 3 дня, но сейчас идет спор, сколько же, ну даже 3 дня, если это 3 дня, то 3 минуты 20 секунд, и 3 дня, это существенно преимущество квантового, вот это квантовое превосходство, это продолжается работа, поиска таких задач, а интересно, связанный вопрос, а сколько вообще кубит можно промоделировать на классическом компьютере, суперкомпьютере, оказывается, в районе 60, вот рекорд 60, до этого был предыдущий 56 кубит, в университете Мельбурна промоделировали, ну это вот значит состояние квантовое, динамик квантового вычисления, изначально в конечное, промоделировали, вот на 60 кубитах, дальше это матрицы 2 в 60 на 2 в 60, пусть они разрежены, и все равно, это очень огромные матрицы, то есть и по памяти, и по времени вычисления, это уже серьезные вещи. Теперь мы перейдем уже ко второму типу квантовых, я пока говорил о универсальных, на гейтной модели, основанных на гейтах и кубитах, но вот есть класс задач, на которых используется вот адиабатический квантовый компьютер, это так называемая адиабатическая, да, адиабатическая, основана на адиабатической теории, она говорит следующее, следующее, вот динамика квантовая осуществляется гамильтонианом, это оператор, который переводит, который реализует развитие, эволюцию квантовой системы во времени, и вот если выбрать такую задачу, это Фарри доказал, адиабатическую теорему, вот 20 лет назад примерно, он доказал, что можно так сделать, можно использовать природу, природа сама будет оптимизировать, искать минимум отдельных функционалов, сама природа, за счет, это физический процесс, разумный, алгоритмический, физический процесс, как мы это сделаем, пусть мы можем, вот пусть у нас основной, минимум энергии, соответствует минимуму вот этого, функционала энергии, и мы хотим посчитать основное состояние, то есть минимум вот этой энергии, минимум, для гамильтониана, который при S равном единице, это сумма начального гамильтониана, который типично из невзаимодействующих частиц, который легко считается, минимум, и конечного гамильтониана, который, который учитывает уже взаимодействие, вот если мы сделаем вот такую, можем управлять, создавать, вот S, допустим, магнитное поле, обычно это так, парамагнитным полем, с нулевым полем, когда S равно нулю, этот фактор убирается, мы знаем, мы начинаем с таким гамильтонианом, а потом S доводим до единички, и у нас получается сумма, значит, этот умирает и становится конечным гамильтонианом, если мы все время будем оставаться в минимуме энергии, то мы получим энергию основного состояния, которую очень трудно считать в больших моделях квантовых, энергию основного состояния, это трудная задача, вот, вычислительно трудная, вот мы, и вот мы будем, если мы позаботимся о том, что мы все время находились в основном состоянии, в динамике, это адиабатический процесс, тогда мы получим вот таким переходом и отсюда, сюда, мы получим, получим энергию, уже сама система нам определит энергию, свою, минимум, если энергия будет соответствовать минимуму какой-либо функции, которым мы интересуемся. И вот на следующем слайде, давайте, в чем тут проблема? Проблема в том, что нам нельзя перескочить, чтобы правильный ответ из основного в первое возбужденное. На каком-то шаге нашей эволюции у нас очень близко могут быть состояния. Вот видите, возьмем кусочек, когда они очень близки, это как бы двухуровневая система получается. и вот у нас получится, давайте, вот что произойдет. Вот это первое возбужденное, это основное состояние. Маленький зазор, скачок. Если мы скопнем и дальше будем увеличивать параметр S, который от нуля до единицы, то мы уйдем далеко от нашего минимума. Чтобы не перескочить, вероятность перескока от Ландау Зиннера перехода, вероятность, вот она вот считается так, через скачок, уже минимум. Это означает, что время, это производное от S точкой, я перейду, вот это S, фактор, это время, время, Tf это параметр, время, который будет процесс, а так связано S с T, с эволюцией гвантовой системы. И вот S точка, это скорость изменения состояния, она единица на Tf, и отсюда следует, что вот, что мы, маленькая вероятность будет нашего перехода, очень маленькая, если вот это выполнено, что время нашего эволюционного процесса Tf должно быть много больше, чем единицы делить на скачок, а скачок может быть маленький очень. То есть мы должны все достаточно медленно делать. И вот это и делается на, вот в этом компьютере фирмы D-Wave, я хорошо помню 2007 год, когда они предложили первый черный ящик в силиконовой доине, 16 кубит, это была фантастика, они говорили, квантовый компьютер. Никто им не верил, они потому что не раскрыли ноу-хау. Но теперь, теперь это реальная машина, но только это не универсальный компьютер квантовый, о чем думало тогда человечество, а вот именно диабетический, который вот в частности находит минимум вот такого квадратичного функционала. Это квадратичное, без дополнительных связей на параметры, двоичные, оптимизационные задачи, это машинное обучение, это функционал, минимизация, целевая функция, вот это вот байсы, наклоны, это значит веса с и т, веса с и т, а это у нас характеризует взаимодействие, допустим, спины у нас 0,1, вот бинарные, это двоичные, вот нам нужно вычислить конфигурацию вот этих значений этих с, которые приводят к минимуму вот этот функционал. Вот ди-вейв это хорошо делает, это моделизинга спиновая, и он все отображает реальную задачу оптимизации на модель изинга, и модель изинга, он находит ее основное состояние энергии, вот по адиабатической теории. Оказывается, довольно очень многие задачи сводятся к этому, многие задачи. Вот как это все выглядит? Нам нужно найти минимум функции, вот допустим, она имеет два минимума, это глобальный, это локальный. Классический бар, такой, это температурный отжиг, или имитационный отжиг, значит, вот, ему надо было вылазить, попадет сюда, ему нужно было вылазить через горку, переходить, а квантовый будет через аннулирование квантовое искать, он быстрее гораздо перейдет сюда. Вот видите, здесь глобальный минимум. Вот этот переход. Отсюда, допустим, когда мы находим вот это, начальный гамильтониан здесь, а вот это уже гамильтониан взаимодействия с таким, мы начинаем здесь, и потом под действием, адиабатически он перейдет сюда, он сядет сюда, в минимум. То есть, решает природа эту задачу, решает сама квантовая система, находит минимум. Это вот то, что называется Natural Computing, естественно, естественный компьютинг. Вот. Да, я только хочу сказать, вот это я не сказал, по числу спинов, по числу непеременных, эта задача, модель изинга, доказана строго MP-полная. То есть, она экспоненциально трудная, или суперполемиально трудная, по числу спинов. Уже при 100 спинах, уже при 100 вот этих неизвестных, уже очень трудно решать. Поэтому, она для чего, я скажу попозже. Вот задача в физике высоких энергий. Видите, обработка данных. Это одна из ключевых задач. ЦРМ переходит в 25-м году, начнутся первые съем данных с этого большого адронного коллайдера с высокой светимостью пучка протонов. Увеличивается светимость, возрастает число событий, возрастает объем данных. Вот он, рост показывается. Рост экспоненциально явно, здесь произойдет. И вот оценка компьютерных мощностей, которые нужны, чтобы обработать эти данные. Вот оценка. Если использовать современные ядра, современные компьютерные технологии использовать, вот, допустим, CPU, это Xeon, Intel процессоры, самые современные сейчас, то для тех данных, которые ожидаются, а оценка данных очень правильные, потому что это такая стандартная модель, будут искаться отклонения от нее. Это 15 миллионов таких ядер нужно. Дисковые памяти, 3 экзобайта на один эксперимент. Тут вот два, два разных эксперимента, разные детекторы, это CMS, это Atlas и долгосрочное хранилище, есть экзобайт на ленте нужно. Здесь какие-то разницы, но у них, вот видите, вот у Atlas другого, у них тоже начнется, их оценка, вот такой скачок ресурсов. Это время счета на CPU, которое требуется. В общем, что делать? Данные пойдут, а что с ними делать? Тогда, тогда, вот на этом конференции, в которой в ноябре я участвовал, об этом было несколько докладов, это интенсивно обсуждалось. Какой выход видит СССР на тот момент? Во-первых, современные данные не получится, ни ГРИД уже не спасет, если полностью данные использовать. ГРИД сыграл колоссальную роль в предыдущих запусках, первом и втором, без ГРИДа ничего бы не сделать, но здесь и ГРИДа мало. Тогда что же? Только часть данных, значит, одну пятую, допустим, взять данных, допустим, и обрабатывать каким-то случайным образом. Но это очень жалко, потому что в данных содержится важная физическая информация. Это все равно, что взять, ехать в Феррари, погрузить Феррари на повозку с лошадью и использовать тяговую силу лошади. Ну что это? Теперь, либо менять другие технологии использовать, не такие удобные, например, другие, например, ГПУ вместо CPU использовать или FPGA процессоры, которые, ну здесь надо переписывать колоссальное количество кодов, адаптировать существующий софт на это, 10 миллионов строк кода переписать. Вот. И это, значит, мастерство физики в основном работает, мастерства программирования физиков недостаточно, чтобы это быстро эту работу сделать. То есть, что вот, основная надежда на глубокое обучение, на машинное обучение, глубокое в данном случае обучение. И вот здесь для квантовых глубокое обучение, квантовые технологии могут, могут создать реальную, потому что придется, ведь надо обучать компьютер, особенно с глубокими слоями, много, когда глубоких слоев. А на обучение это очень затратно вычислительно, и здесь квантовые технологии помогут. Вот на этом слайде просуммировано машинное обучение. Машинное обучение это обучение машин, использующих квантовые технологии. Квантовые технологии можно, например, использовать, ускорить обработку данных по алгоритму машинного обучения. Вот здесь все стандартные, это взятое из Nature, трехлетней давности. Вот это все стандартные алгоритмы машинного обучения. Здесь ускорение за счет, если их удастся реализовать на квантовом компьютере, в частности, адиабатический компьютер, который можно, вот обучать можно, например, но это целевая функция нужна, определенная структура, которая на модель изинга ложится. Вот, например, классическая больсмановская машина или ограниченная больсмановская машина ложится, вот квантовая больсмановская машина ложится, но при, с оговорками, потому что пока нужно положить, а значит, нужно, чтобы число кубит было очень большое, чтобы данные обработать. Пока только и 5000 кубит, это ничего для этих данных, которые необходимы. И здесь еще память нужна. Квантовая память. Нужно хранить данные. Это отдельная проблема. Вот здесь они, эти проблемы и связаны. Во-первых, где-то хранить данные. Во-вторых, сама загрузка данных квантовых компьютеров может быть очень серьезной проблемой, экспоненциально трудной по объему. В общем, это все надо совершенствовать интерфейс квантового компьютера и хранение данных в нем, чтобы применить. Но, может быть, за 5 лет, которые остались до третьего запуска, когда пойдут эксперименты. Может, удастся. По крайней мере, вот 2 года назад, полтора года назад, в ноябре 2018 года, других альтернатив не было видно. Вот. Теперь перейдем немножечко по квантовой криптографии. Поговорим о квантовой информатике, часть квантовой информатики. Вот Шор предложил алгоритм, как я уже говорил, который быстро будет разлагать на квантовом компьютере. На классическом он медленнее работает классического. что это тогда? Тогда он будет экспоненциально быстрее, чем любой известный классический алгоритм. И взломаются вот эти коды и многие другие коды, которые все мы используем, когда идем в банки, когда работаем в интернете, входим по паролю, мы используем вот эти вот, на серьезных сайтах, закрытых. И что ж тогда? Тогда, ну, паниковать не надо, Шор говорит, паниковать вообще никто не надо, потому что это еще не скоро все-таки будет. Реально. Потому что этот алгоритм требует очень много кубит для исправления кода, для исправления тех ошибок, которые есть сейчас на современных компьютерах. Вот этих, НИСТ. значит, эти, ce тоже так probably компьютинг. То есть это те компьютеры, те компьютеры, квантов промежуточного шума уровня современной. Но есть еще и другая проблема, что нужно непросто переходить, отказаться непросто, Нет ни одной альтернативы убедительной постквантовой криптографии с доказанной криптостойкостью относительно атак квантового компьютера. Разрабатывают сейчас 1-2 векшопа в год проходят по дискуссиям, что заменит современные криптосистемы, если будет создан квантовый компьютер, условий атак квантового компьютера. Пока нету. Много интересных идей есть, но пока они имеют недостатки, которые в широком плане использовать, пока они не перспективны. А что, собственно, это атаки на квантовый компьютер. А сама квантовая криптография, что это такое еще? Вот здесь я говорил не о квантовой, а постквантовой криптографии. Это классическая криптография. А квантовая криптография, когда говорят люди об этом, то это речь идет о квантовой передаче ключа. Все современные криптосистемы, они асимметричны. У них два ключа. Публичный, открытый ключ, в котором происходит шифрование, алгоритм известен, все известно. И закрытый ключ, который необходим для дешифровки. И квантовая криптография, физика, квантомеханика, во-первых, основа квантовой криптографии состоит в безопасном передаче ключа. Проблема закодировать фотонами или там чем угодно, квантными частицами закодировать ключ и передать его. Потому что квантомеханика, состояние квантовое разрушается, если попытаемся считать. Вот измерение, я не скажу измерение, а процесс измерения разрушает, разрушает квантовую суперпозицию, разрушает квантовую информацию, которая будет передана. Поэтому, поэтому вот этот меч, квантовый криптография, меч с двумя лезвиями, он разрушает старую криптосистему, во-первых, во-вторых, и он создает вот новую, новую систему передачи ключа. Она абсолютно защищена законами физики, если приборы, которые будут осуществлять передачу, не будут иметь классических каких-то компонентов, которые позволят, то есть они должны, очень требование к оборудованию большое. Если мы хотим 100% быть уверены, что это абсолютно не взламывая передача ключа, кроме конечного пользователя. Никто не просчитает. Вот китайцы, лидеры мировые, я хотел сказать, в области квантовой коммуникации, они запустили первый спутник квантовый для криптографии, для передачи квантовой информации в 16-м году. И они даже делали сеанс передачи с помощью спутника, видеоконференцию, используя квантовую криптографию для, так сказать, закрытой, безопасной конференции, но у них все-таки, все-таки у них есть классические компоненты. У них есть такие слабые места. Я не говорю, что они, можно их взломать, но потенциально они представляют опасность. А вот что значит, вот я еще раз по передаче ключа скажу. Видите, вот этот открытый ключ имеет Боб, ему нужны открытые и закрытые, чтобы дешифровать. Алиса, допустим, зашифрует, отправляет шифрограмму туда. И вот нужно передать ключ. С гонцом передать, гонец может быть не, как говорится, надежен. Ключ передать. Или требует секретный канал, какой-то надежный канал. А если передавать по публичному каналу, по классическому каналу, тогда перехватчик может классическим, если передавать классическим образом, перехватчик может перехватить и более того считать сообщение и отправить копию сообщения, сделать сюда, чтобы получатель не догадался, что тот перехватывал. И заниматься в лаборатории, оффлайн заниматься. Квантовый это не проходит. Если попытается перехват сделать, то он разрушит, во-первых, квантовую суперпозицию, получатель увидит, что кто-то пытался что-то, или какой-то шум, естественно, или перехватчик. То есть он увидит, во-первых, сам факт перехвата. Во-вторых, он не может создать за счет теоремы о запрете клонирования квантовые состояния, те, которые используют здесь, нельзя клонировать. То есть он не может создать копию и сделать оффлайн где-то. То есть защищена ситуация. И вот смотрите, я перехожу уже к заключению, к заключительной части. Самый яркий результат, который будет в этом году, следующий слайд покажу, если планы выполнятся, это создан будет квантовый интернет. Именно интернет это сейчас, ну это, мы же видим, что творится сейчас в мире. И интернет сейчас, это, так сказать, среда жульничества, среда преступности во многом. По-моему, если мне память не изменяет, около двух триллионов долларов теряют компании, теряют человечество, теряют страны на из-за хакерства. Так вот, сейчас я об этом скажу немножко. А вот сам создание, вот уже в 18-м году, голландская группа, это в Дельфте, объявила о создании квантового интернета. Вот квантовой сети, которая будет абсолютно не взломать, если верите, не взламывая, абсолютно. Вот. То есть нужно вот создать, проделать вот такой, что они собираются закончить, на каком-то уровне закончить. Маленькую локальную, но продемонстрировать на локальном уровне, в пределах своей страны. Создать, значит, это вот, нужен компьютинг, конечно, элементы компьютинга. Надо репитеры создать, те, которые будут усиление делать, не точное, а приближенное как-то усиливать сигналы. Которые подготовка сообщений, измерения совершенствовать. За счет перепутывания это делается. Об этом я не говорил, за счет квантовых корреляций, которые основывают квантовой информатики. Создать квантовую память, где будет храниться сообщение временно, пока оно будет готовиться где-то. Потом исправлять шумы, которые будут вот здесь. Вот это что потребуется. А применение, ну я не буду говорить, от квантовой передачи ключа, квантовая криптография. Затем распределенные квантовые вычисления будут делать. Разные протоколы передачи, которые нужны будут. Протоколы нужны, в частности, независимо от оборудования, на другой стороне. Для разного оборудования приемное оборудование должно быть не фиксировано, а разное и так далее. Вот теперь смотрим, а это я здесь, смотрим вот предпоследний мой слайд. Это значит вот февраль месяц назад, с небольшим, полтора месяца назад, опубликовал MIT, ведущий его с мировой, в рейтинге на первом месте или почти на первом, опубликовал, опрос сделал экспертов в области разных технологий, всех технологий, не только компьютерных, но и информационных. Нет, всех технологий. Видите, вот они выпустили сборник, где, в результате опроса, они назвали 10 прорывных технологий, которые затронут все человечество в этом году. В этом году уже будут технологии 2020 года. Первое, это вот невзламывая интернет, тот самый, о котором я говорил. И вот в этом году позже, когда позже не ясно, вот они создают квантовый интернет, интернет свяжут Дельфт, свой университет с Гагой. И вот этот интернет будет целиком основан на квантовой физике. Вот это шефини этого, Штефани Венера из Дельфта, вот она руководит этой командой, которую создает. Они построят сеть, связывающую четыре квантовые, для квантовой передачи, четыре города в Голландии, целиком на квантовой технологии. И вот сообщения, которые пойдут, будут невзламываемы. Это первый номер. Второе, это вот из квантовых, здесь две квантовых технологии. Второе, это как раз квантовое превосходство, желательно показать на какой-то такой, не такой задачи, которая там, она искусственная немножко, а на какой-то реальной задачи. Будут над этим биться. Чтобы кто первый заработает, покажет превосходство квантовых технологий, квантового компьютера на реальной задаче, тот, конечно, заработает очень много баллов в будущем, в будущем лидерстве в этом направлении. Ну и вот предпоследнее вот это. Значит, вот мы в какой мы эпохе живем. Сегодня мы доступны, всем по существу доступны. Вот iBEM машина всем, десятки тысяч пользователей у нее есть, если не сотни. Она через облачные технологии предоставляет доступ всем своим компьютерам до 14, до 16 кубит, бесплатно совершенно, можно регистрироваться. Очень хороший интерфейс, help, все можно делать. Интерфейс напишем на питоне, ну, очень-очень-очень удобный для пользователей. Это реально доступно всем. В лабораторных условиях доступны вот такие машины, 50-100 кубит. Кроме моделирования. Ну, моделирование там немножко больше, там, моделирование, моделирование реально там, там, нет, легкие-легкие все-таки число кубит пока моделируется. Кватово моделируется на других. Значит, вот такое количество кубит, 5-100. А попозже будут, теперь уже понятно, что миллионы будут кубит. Если будут бороться с ошибками, то число кубит будет расти. Пока нет смысла вкладывать огромные деньги в это. Деньги большие вкладываются в это. Например, в России, ну, чтобы это известно, Росатом создает у нас на сверхпроводящих технологиях. Он получил примерно 2 миллиарда денег в рублях на этот проект. Он стоит этих денег. И не только, и многие центры, Московский университет работает над оптическими технологиями. У нас много чего делается в России. Ну, где-то мы на 10 лет все-таки остались. Так, и вот то, что мы сделаем в Дубне, в моей группе. Вот моя студентка Екатерина Каткова и Воробьев. Продемонстрируйте одну из наших работ. Воробьев Владимир Аспирант. Вот мы взяли и реализовали на квантом компьютере IBM машину Тенерифа. Вот он внешне выглядит. Вот его схема связи. Это 5 кубит. Вот они так связаны. То есть этот кубит может служить управляющим для этого и так далее. Используется вот телепортация вот этого перепутанного, максимально перепутанного 2-х кубитного состояния. Протокол телепортации реализовали в виде вот этой схемы. Подобрали. Там, к сожалению, исходная схема включала Тофали. Ну, в Тофали здесь нет 3-х кубитных гейтов. IBM не создал 3-х кубитных гейтов. Надо все через 2-х кубитные. И через Адамара все сделали. Вот у нас. Вот это, вот видите, здесь вот на этой схеме, на выходе получается вот этот перепутанный систем. Если мы будем измерять первый кубит, мы получим 0 или 1. И вот если мы измерим первый кубит, то второй уже будет иметь определенное значение при его измерении. Последующий. Например, если мы получим 0 результат измерения, 50% у нас вероятность, что 0, 50% вероятность, что 1. Первый кубит вот так мерить будем. Но если мы измерим первый, то второй может находиться где угодно. Хоть в другой галактике. Так Клант и Механика говорят. И до измерения нашего, если кто-то будет мерить, тут вопрос синхронизации часов, но это уже другое дело, физика. Но если будет мерить, допустим, между двумя концами земного шара, второй кубит, если будет, вот так они закоррелированы. Если будет второй кубит мериться после первого измерения, то у него уже результат определенный. 1 или 0. Если это 0 будет первый измерен, то второй после него, опять 0 тоже будет, 100% вероятность. Первый будет с вероятностью 50%, а второй с вероятностью 100 уже будет после него. Если первая единичка с вероятностью 50%, то вторая тоже будет 100% единичка. То есть как бы эти два кубита чувствуют друг друга на любом расстоянии. Это не совсем так, никакой информации передать быть не может. Но в данном случае никакой информации не передается, если мы просто делаем вот это, передаем Белловское состояние. Вот здесь. Если мы передаем, я об информации не говорю, я говорю только о передаче квантового состояния. Так, и вот если мы возьмем вот эти два, вот они, вот эти. Третий, о, это я ошибку сделал, здесь четвертый кубит, индекс четвертый, нумерация с нуля, от нуля до четырех. Третий, четвертый кубит, вот они, здесь вот Белловское состояние, оно перейдет в состояние вот этих двух кубитов, первого и третьего. То есть четвертый и пятый, вернее, если считать их нулевой, первый, второй, если считать первый, второй, третий, четвертый, пятый, то четвертый и пятый. А первый и третий будут. Они как бы в разных местах. Это чисто алгоритм в виде схем. Передача может быть совершенно, только мы будем действовать, мы создадим их, растащим эти кубиты между вот этими, вот эти. Мы создадим вот эти кубиты, вот видите, этот кубит и вот этот, растащим между собой. То есть они вот эти два кубита могут где угодно быть, не обязательно близко. Важно, что вот это осуществляется в передаче от четвертого и пятого к первому и третьему кубиту. И вот что мы видим экспериментально. Экспериментально, теоретически, мы должны были видеть этот протокол строго доказанно, мы проверили это все. В результате протокола вот эти кубиты получат вот это состояние. Вот это состояние. Вот оно создается здесь и передастся вот этим первому и третьему кубиту. А на практике вот что получается. Когда мы будем мерить, то у нас вот то, что здесь должно быть 0,5, 1,2, я сказал, вероятностью 1,2, мы обнаружим вот это состояние, 0,0. В результате измерения этих двух кубит. А мы обнаружим с вероятностью 0,285. За счет шумов. Вот это шумовые эффекты. У нас присутствует и 0,1 в состоянии, и 1,0 в конечном состоянии. Поэтому они дадут вероятность неправильных ответов. То есть это искаженная. Вот эта вот картинка реальная, искаженная картинка идеальной передачи квантовой телепортации. Видите, то есть уже даже на такой небольшом ошибке альбимовской... Сейчас, правда, они уже улучшили ошибки. Мы сейчас изучаем вообще поведение ошибок. Здесь. Ну видно, видно, что это не годится для каких-то серьезных... Хотя, ну если бы... Вот здесь схема получилась достаточно длинная, Потому что вот трех кубитных нет гейтов. И за счет мы ее реализовали. Это зависит от того, как вы скомпонуете схему. Ошибки. Другие алгоритмы Гровера можно, например, Двухкубитная передача довольно хорошо делать на альбимовской машине. Ну вот, мы этим продолжим заниматься. Так что благодарю вас за внимание, кто будет читать это. Желаю удачи в понимании этого, кого это заинтересует. И следите за этой областью информатики. Она очень интенсивно развивается. Невозможно отследить даже прогресс. В разных концах. Каждую неделю публикуются десятки работ на эту тему. Часть из них интересные, действительно. До свидания. Продолжение следует...